Изрезали ножами, сбросили в яму и подожгли. Двух челябинцев обвиняют в жестоком убийстве таксиста и краже его автомобиля. Слово Али Согриной. На угнанной ладе преступники двое суток катались по области, а в салоне машины удерживали девушку. Репортаж из зала суда прямо сейчас. Заходят в зал суда, подсудимые замечают камеру, усмехаются и сразу бросаются к адвокатам, просят процесс отложить. Якобы обвинительное заключение было написано неразборчиво, а значит подготовиться к заседанию возможности не было. Но прокурор с этим не согласен. Документ читаем и соответствует необходимым требованиям закон. В областном суде начало громкого процесса. Двое молодых людей обвиняются в жестоком убийстве таксиста и краже его автомобиля. 44-летнего мужчину зарезали в салоне машины, тело отвезли в лес, сбросили в яму, прикрыли бревнами и подожгли. Жена погибшего рассказывает, не может поверить в случившееся. Теперь одна воспитывает четверых детей. Муж работал в такси последние два года, выезжал днем и ночью за двойную плату, чтобы прокормить большую семью. Мы с мужем прошли 20 лет. Мы с ним через месяц в школе. Кстати, тут много-много лет. Хочу вас уверить, что таких мужчин в жизни нет. Трагедия произошла в ночь на 15 октября прошлого года. Молодые люди вызвали такси к сауне в Челябинске. Сели в машину, пока один преступник удерживал водителя, другой наносил удары ножом в шее, грудь и голову более 15 раз. Таксист погиб в машине от большой потери крови. У погибшего забрали 20 тысяч рублей и сотовый телефон. А на угнанной ладе уехали из Челябинска в Чебаркурский район. Один вину отрицает полностью, второй признает, но частично. За процессом нервно следит Мария Любимова. До сих пор девушка сильно напугана. Она помогла задержать преступников. Рассказывает молодые люди, предложили ее подвезти. По пути в машине рассказали про убийство и угрожали расправой, если та выдаст сообщников. Больше суток пассажирку удерживали в автомобиле, но пленнице все-таки удалось сбежать. Смотрю, они спят. Я что-то видела, самое первое, когда вот дорога идет. Просто побежала, бежала, бежала. В трех таксист стоит. Я подскажу, я такая, мужчина, довезите до ближайшего отделения полиции. Полиция задержала преступников спустя двое суток после убийства спящими в угнанном авто. В СИЗО оба провели уже около года. Родственники погибшего требуют пожизненного заключения и возмещения морального вреда. Около одного миллиона рублей. Алла Согрина, Евгений Гладышев, ОТВ.